Всем привет, друзья! С вами Михаил. Игра Trials of Heroes. Сегодня будет субъективный гайд по новому персонажу. Поиграли мы на нём на аккаунте одного из моих подписчиков. Денису большое спасибо за предоставленную возможность. И по итогам можно высказать своё субъективное мнение. Надеюсь, оно вам понравится, будет полезным. Если так, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк. Самая лучшая поддержка, друзья. Итак, ещё раз оговорюсь, это субъективный гайд. Мы поиграли за него в эндгейме. Возможно, в середине игры или в начале он может быть более полезным. Но в эндгейме он себя показал... Он себя показал как абсолютно персонаж, которому невозможно найти место в конце игры. Понятно, в конце игры все переходят на космогероев. За редким исключением единицы, типа там Грэмори, Лилит. Можно ещё там немее найти какое-то применение фантому в определённых локациях. Но этот же персонаж не из этой когорты. И это его почти что обнуляет в эндгейме. Мало того, что механика его не сильно удачная. Ещё и не получается его раскрыть. Я не знаю, возможно, при других артефактах кто-то в будущем его сможет раскрыть. Но на данный момент я его нигде не вижу в эндгейме. По поводу этого навыка вообще не о чём говорить. Он ультует, как бы ему надо ходить с первой ульты в идеале. Потому что он пассивку свою раскрывает за счёт ульты. То есть у него изначально три слоя метки, которые спасают его от смертельного урона. Если вы ультуете, их будет шесть на момент. В идеале, конечно, ему надо ещё и скорость разогнать. Но у него скорость не ахти какая. Космогерои его будут перегонять. И это всё не будет работать в эндгейме. Не будет работать. Мы его пробовали с рогом на одну звезду. Тоже не помогает. Возможно, чисто теоретически. Друзья, древний клинок на третьей звезде галактической. Возможно, бы помог ему больше себя раскрыть. Но рог не помогает. С Немея они тоже не комбятся, получается. Я не знаю, как эта механика задумана. Но по факту Немея первая на себя забирает метки. Когда кто-то умирает. А потом только он начинает свои метки использовать. Пассивка тоже не ахти и ничего не помогает ему выжить. Вроде по описанию это персонаж, который должен снижать урон и помогать выдерживать. За счёт комбинации вот этой своей метки, которая спасает от смертельного урона. И пассивки, которая снижает весь получаемый урон нашими союзниками. Не работает это. По локациям. Разлом. Ну, у него нет атаки. Он ничем не помогает. И без него спокойно. Есть супер, конечно, жирные комбинации персонажей, которые могут разлом закрыть. Но он просто там не нужен. Никакой пользы от него нет. И без него можно это всё делать. Диссимиляция. Пробовал я. Ссылку, кстати, друзья, оставлю в описании. На тестах, кто хочет посмотреть своими глазами. Пробовал я его раскрывать с обычными персонажами. Ну, 80 диссимиляция. Это его потолок прям за глаза, за глаза. Но я его без отпечатка ещё пробовал. Отпечаток существенно тоже не рассчитывайте. Но не поможет он. Он немного броню увеличит, которую он поглощает. А по остальным показателям не поможет это. Ничего не поможет. Моё субъективное мнение. По настройкам. По настройкам пробовали мы его и полностью в атаку, и полностью в защиту. Ну, в защиту получше. Атаковать ему не с чего. Нету у него никаких навыков. Чистый саппорт в идеале бы, конечно... В идеале бы, конечно, возможно, если здесь была бы, например, ну не 30, там 40, 50 хотя бы процентов урона, чтобы забирал от своих союзников. Здесь, например, больше иммунитет к урону, там, хотя бы ещё процентов на 10, даже без отпечатка. В навыки, если бы он поглощал не броню, а атаку, возможно, это как-то, ну, очень неудачное сочетание. Идея, в принципе, интересная. В пятницу я записывал видео, когда только он вышел. Идея мне понравилась. Но механика не работает. Механика это не работает. В пвп тоже. В пвп что-то вроде бы проглядывалось, друзья. Да, он умирает первый за счёт того, что, например, если убрать одного космогероя, поставить его. И да, он на себя забирает весь основной урон. Но, опять же, надо его настраивать, надо по скорости его ставить. Ему желательно ультануть, и не получается. Это всё не получается. По итогу, ему надо такое количество или хп, или брони какой-то накидать. Но если даже рок сильно не помогает, то, ну, это персонажу приговор. В темной башне то же самое. Обычными персонажами вы там сильно на 15 уровне мы его тестили, не работает это всё. У дисбаланс игровой такой, что урона намного больше, чем вот эти все статы, которые они позиционируют, как какую-то сейвобилку. На стриме было предположение, ребят, что, возможно, в начале игры, где атака не такая большая, он может кое-как помогать. Не знаю, пишите в комментариях, кто его где тестил. Ну, возможно, в начале игры он может быть более полезен. Но, опять же, и без него всё можно пройти. Камаз, фантомы, и вы абсолютно закройте все и древние руины, и тёмную башню будете спокойно проходить. Не имея, как по мне, намного интереснее и намного пользы от неё. Такое моё, конечно, субъективное, ещё раз говорю, мнение. Не знаю, подождём, подождём. Правильно тоже на стриме сказали китайцы, возможно, они смогут лучше раскрыть. Возможно, опять же, не хватает инструментов. Но возвращаемся к тому, что у нас фритуплей геймс канал, и для фритуплейного игрока персонаж, которому надо 75 миллионов условий, чтобы он раскрылся. Тем более, персонаж, который не будет космоверсии, это, друзья, такое себе удовольствие. Персонаж такие, как фантом, которого делаешь и получаешь удовольствие от игры, и он приносит свою пользу во всех локациях. И пвп, и пве. Этот же персонаж такой себе сомнительный. Саппорт, не знаю, как по мне, персонаж, которого не стоит качать. Ещё раз, ещё раз данная ситуация подтверждает мои предположения, и моё убеждение в этой игре, что не стоит, друзья, качать персонажей, которые не будут космоверсией. Пока очень мало персонажей, которые в обычной фракции, там, достойны того, чтобы их сделать. Или это какие-то индивидуальные случаи, например, с гекатой, где её можно там в пустоте поставить, и разлом поможет закрыть. Но этот персонаж не про это. И ещё раз это подтверждает, друзья, ещё одно моё убеждение. Не спешите никогда делать. По возможности посмотрите гайды, а потом уже начинайте принимать решения. А то вчера как раз был у нас один пользователь, который не втерпёшь, решил сделать этого персонажа, но не сильно удачное. Не сильно удачное вложение получилось. Надеюсь, видео вам будет полезным, понравится. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой, всем бобра-добра, и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok